всем привет друзья с вами снова александр и сегодня я вам расскажу о колясочке от компании тут из viva у лакшери называется очень такое громкое название вот но лакшери здесь наверное знаете в чем в том как будет себя здесь чувствовать ребенок вот есть такое в автомобильном мире с класс да вот лакшери так то самое лакшери с безупречной плавностью хода с тихой подвеской там с изоляцией хорошие да вот что-то подобное будет ребенок ощущать в этой колясочке потому что здесь просто эталонная амортизация очень все хорошо закрыто ребенок будет очень уютно и тепло чувствовать себя зимой все сделано действительно очень очень хорошо я не скажу что это какой-то премиум но эта компания максимально пытается дышать уже наступать на пятки премиум брендом и зачем нам переплачивать кучу денег за какое-то имя когда нам нужно максимально побеспокоиться о ребенке чтобы ему в первую очередь было хорошо они вам на площадке модно закатить туда как говорится а для ребенка здесь диана максимум все хорошо давайте технические характеристики в двух словах назову вот такая крупная большая колясочка весит всего 12 килограмм с люлькой и 12 и 5 сиденьем это действительно легкая коляска для своих габаритов 59 у нас кстати ширина колесной базы тоже любой лифт везде мы заезжаем 77 на 32 люлька это большая крупная люлька вы туда и конверт меховой запихнете и ребенка вместе с конвертом и в пуховике туда спокойно упакуете поэтому размер люльки вас устроит стопроцентным так но другие технические моменты я покажу вам непосредственно на самой колясочке комплектацию два в одном будем смотреть вот собственно сама люлька ткани очень приятные очень мягкие тактильно не раздражающие групп кайфовые материалы эта ткань кстати очень хорошо показывает себя с практичной точки зрения она легко чистится особо зацепки не собирает в общем в этом плане все хорошо она долго знаете смотрится новой есть вот такая возможность у нас открывать секцию летом проветрить чтобы ребенку там вентиляция была получше зимой же у нас здесь вообще все сделано очень очень круто здесь у нас ручка для переноски есть вот этот бортик можно принципе запихнуть но ведь он загибается чуть-чуть но я думаю что это рассчитано на этом смотрите вот из таких особенностей колясок тутис здесь у нас есть такое окошечко для того чтобы могли контролировать как там у нас ребеночек здесь можно также поднять вот этот бортик выпустить вот так козырек поднять и туда зимой вообще не будет задувать как по мне это очень здорово сам сама накидка вот это держится здесь на кнопках я не очень люблю кнопки но как показывает практика кнопки самый эффективный вариант в плане магнит он может быть недостаточно сильным что может иногда под воздействием чуть-чуть соскочить липучка изнашивается превращается в лохмоть и кнопка как самый долговечный вариант себя зарекомендовала поэтому вот имейте в виду здесь кнопочка накидочка у нас вот такая с кармашечком здесь спереди вот то самое окошечко которым я вам говорил в общем с накидкой все окей давайте с вами заглянем заглянем с вами внутрь люлька у нас здесь белая обито классным приятным материалом с хорошим матрасик им жестким дном дно кстати здесь у нас вентилируемая поэтому ребенок меньше будет преть в общем обо всем подумали и позаботились так сейчас мы с ними мы посмотрим на дно люльки а вот из минусов кнопочки неудобно расположены чтобы она отстегивалась так здесь вот все в к коже она сама здесь в к коже ткань только на козырке поэтому вот эта вот часть она легко царапается здесь нет снизу ножек вот эта часть только прорезинена но все равно будет земли касаться поэтому когда будете куда-то опускать ее обязательно делайте это аккуратно и где-нибудь где вы ее не повредите так вот аккуратненько положили и все так кроме мы пройдем попозже сейчас посмотрим на прогулочный блок прогулочный блок естественно он реверсивный и так и так можно его ставить естественно комплекте кстати у вас будет идти с коляской вот такая вот накидочка на ножки полностью закрывающая ребенка провод по самое не могу поэтому задувать и мерзнуть ребенок не будет ему зимой возможности поэтому тоже приятный бонус сам же блок у нас каких-то огромных размеров здесь у нас получается не знаю любой ребенок по месяце же и школьник сюда поместится в общем место здесь много кстати чтобы регулировать козырек на колясках тут из не нужно нажимать две кнопки есть одна кнопка красного цвета и и нажимаем и регулируем что здесь что-то я имею ввиду в люльке так прогулка здесь реально огромная любого здесь вы просто в любой одежде вообще ребенок спокойно поместится комплекте вот такой матрасик можно его убирать но не нужно на самом деле места не скрадывать но делает ее мягче пятиточные ремни мягкие накладочки везде перемычка такая на бампере у нас тоже есть так где у нас бампер снимается сейчас секундочку вот кнопочка бампер как калиточка откидывается если брать перемычку поэтому имейте ввиду он тоже в к коже мягенький он действительно очень мягкий ребенок даже если с зубами в него удариться ребенку больно не будет очень продуманный момент подножка регулируется она бы к коже вся поэтому почистите и будет легко вот давайте посмотрим на козырек все время забываю что нужно кнопочку нажать козырек у нас с дополнительными секциями давайте сразу открою покажу чтобы было вам наглядно видно что и как здесь опустим так напомню сколько у нас здесь градусами 110 170 ну практически горизонтальная поверхность естественно не 180 но этого за глаза чтобы ребенок спокойно там мог спать козырька этого тоже будет достаточно я думаю что если не лето вот эта секция обязательно закроется и вот что мало козырька как по мне очень достаточно из плюсов еще что когда мы кладем ребенка он получается полностью со всех сторон закрыт они просто козырёчек сверху прикрывает это на самом деле большой плюс зиме к ветрам к питеру она очень хорошо подготовлена комплекте также у вас будет вот такой сумка рюкзачок если что давайте заглянем что у него внутри но здесь моски . и дождевик идет комплекте подстаканник тоже вижу в общем все что вы мы могли купить отдельно производитель положил вам в комплект уже поэтому мелочь а приятно сумочка качественная большая все что нужно вы туда уместите так давайте сейчас посмотрим на раму что за рама у нас такая здесь давайте вот амортизации сразу оценим потому что это большой большой плюс этой колясочки это действительно пневмоподвеска в с-классе очень мягкая коляска просто пипец спереди посмотрим и спереди да тоже мягенько но основная это вот сзади просто вот именно пушиночка так естественно рама у нас металлическая нормально собрана эти коляски хорошо себя уже давно зарекомендовали они особо не ломаются проблем не приносят при должном уходе при нормальном обслуживании делайте то коляски так как машина вы не можете купить и 5 лет ничего с ней не делать многие так коляскому купил до 50 тысяч отдал и все типа ничего подобного всегда нужно обслуживать коляску забьете на нее и она забьет на вас сломается а могут и в гарантии отказать поверьте мне вот поэтому обслуживайте смазывайте продувайте и никогда проблем она вам не принесет кстати багажник то у нас весь закрытый знаете для кого-то плюс для кого-то минус минус в том что постоянно нужно открывать чтобы в него попасть плюс том что он он закрыт элементарно ничего не выпадает никто оттуда из площадки детей других не не берет в общем с этим все хорошо колеса у нас здесь резиновые тормоз тормоз идеальный он настолько мягенький легенький что вот так вот пальчиком 1 1 1 1 вы никакой обувью никогда не сможете повредить обувь себе этим тормозом поэтому 5 баллов за тормоз вообще молодцы так ручка у нас регулируется кстати очень широком диапазоне любой очень низких и очень высоких родителей подберет для себя высоту ручки она кстати тоже в эко-кожи сейчас это уже норма сейчас практически все так и делают вот давайте посмотрим как колясочку можно сложить так уберем пока что прогулочный блок насколько помню можно в итоге упаковать прогулку пока мы сложим раму все вот рама и сейчас попробуем прогулочку просто смотрите если я прогулку оставлю вот так одетой она она будет скажем так сильно торчать обычно ее просто вот так вот вкладываем снимаем вот так вот вкладываем так она получается гораздо компактней упакована и намного меньше занимает место поэтому имейте ввиду можно оставить но она будет уже вот здесь это как по мне не очень удобно вот собственно складывается она элементарно три секунды открываем так по большому счету всю информацию которую я хотел вам донести я вам донес три секундочки то улетела у меня помните накидочка красивая всю информацию которая хотел вам донести я донес как по мне это тот случай когда если вы хотите максимум для ребенка хорошую коляску подобрать чтобы мы было тепло комфортно мягенько причем мягенько настолько что как бы мягче колясок то я особо и не встречал вот и максимально закрыт хорошие материалы вам же удобно и и катать она хорошо рулится все сделано для того что вы могли контролировать ребенка как он там хорошая комплектация они особо практически не ломаются и цена на самом деле я не скажу что она к это копеечная даже близко нет но учитывая нынешние реалии и то что вы можете приблизительно вот за эти деньги плюс-минус вилку в 10 тысяч возьмем это очень интересный вариант я не скажу что это лучший вариант есть варианты тоже очень хорошие но я не могу сказать что тот лучший вариант чем это как же тавтология получается но вы понимаете да что это очень достойный конкурент я об этом хочу вам сказать и то чтобы вы обязательно когда будете искать колясочку обратили на нее внимание изучите ее если у вас есть возможность приехать первую коляску все ребята вам здесь покажут расскажут и вы убедитесь в том что я в обзоре вам показывал действительно очень интересная колясочка но я в свою очередь если этот обзор вам понравился пожалуйста хочу попросить вас поставить лайк подписаться на канал и пожелать хорошего грамотного выбора колясочкой для вашего ребенка но я удаляюсь до новых встреч пока